Они отдали жизнь за Украину. На Кушугумском кладбище в последний путь проводили сразу 57 воинов, которых не удалось опознать с помощью ДНК-экспертизы. Многих из бойцов не стало около года назад, говорят в военкомате. Добавляют, большинство солдат погибли в боях на Савур-Могиле, Подоловайском и Дебальцево. На похороны бойцов пришли десятки запорожцев. О том, как прощались с героями, далее в сюжете. В руках четное количество роз, на глазах слезы. На Кушугумском кладбище запорожцы прощаются с воинами, погибшими в зоне АТО. Проводить в последний путь неопознанных солдат, отдавших жизнь за Украину, пришли представители власти, военные, волонтеры и все неравнодушные. Вся моя семья считает своим долгом прийти и проводить ребят. Последний путь. Мы этим ребятам обязаны всем. Всех мы считаем своими братьями, сыновьями, отцами. Они наши, они украинцы. Сегодня мы с моими братьями пришли сюда, чтобы отдать последний шанс нашим полезным товарищам, нашим героям. Я считаю, что это обязан для каждого известного гражданина в такой день прийти на это место. Запорожцы признаются, хоть не знают ни имен солдат, ни из каких они городов, сдержать слезы практически невозможно. В память о погибших звучат оружейные заупы, военные выпускают в небо голубей. Помните о них не только как тех ребят из нашего двора, а называйте именами их улицы, вешайте доски на школы, где они учились, где жили, предприятия, где работали. Хоронили воинов со всеми почестями. Представители различных конфессий провели по погибшим панихиду. В оба военкомате, говорят, тела воинов очень долго находились на опознании. Некоторые солдаты погибли около года назад. За это время удалось установить личность 23 человек. Именно троих героев стали известны буквально накануне похорон. 57 бойцов навсегда останутся на Кушугумском кладбище. Все экспертизы ДНК прошли, но на данный момент пока точно не установлено, кто эти солдаты и офицеры. Это в основном люди, которые погибли в котлах под Иловайском и Дебальцевом. Также почти год назад на Кушугумском кладбище уже было похоронено 54 неопознанных солдата. С помощью ДНК-экспертизы удалось опознать 21 человека. Работа по идентификации личности будет продолжаться, говорят военные. Надеются, что со временем вместо надписи «Безымянный боец, погибший в зоне АТО», на табличках будут написаны настоящие имена героев.